МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ответить сначала вопросом, с кем вы руководство КПРФФ, а затем уже, значит, заявлением, что мы, пожалуй, должны признать, что мы с вами идеологические противники, только мы против вас стоим со стороны рабочего класса, а не со стороны Кремля, как вы просите, так сказать, преподнести и, значит, попробовать объяснить этот процесс своим партийным массам. Таким образом, значит, развитие событий вроде бы показывало, что процесс становления партии, он идёт, и направление выбрано правильно. Естественно, хотелось бы получить ответ на вопрос, а продвигаемся ли мы по пути в технологическом плане, имеется в виду получение факта регистрации, записи, свидетельства регистрации, возможности участия в выборах, выход на эти самые выборы и прочее, прочее. Значит, пока регистрации нет. Значит, трижды мы подавали документы на регистрацию. Значит, первый раз в июне месяце подали, последний ответ получили в, ну, перед ноябрём месяцем, в октября, в руках, в октября, потому что на ноябрь назначили уже второй учредительный съезд. То есть, три отказа. Три отказа каждый раз, как бы сказать, причины, они явно надуманные и искусственные. С какой точки зрения? Не с точки зрения того, что мы не совершили ошибок, подавая документы. Нет, мы совершили, как бы сказать, если бы у нас были бы платные юристы, которые, может быть, получают хлеб за то, что именно с Миньюз там контачат и через него что-то проводят. Наверное, мы у меня не совершили той ошибки, что там в первый раз, когда подавали форму РН-001, а это форма, где твой ИНН указан, паспорт указан, адрес указан, телефон указан, там и все дела, мы заполнили только на уполномоченных лиц. Я говорю, нет, в законе сказано, что все делегаты съезда являются учредителями. Поэтому на всех 233 человека. Заполните, пожалуйста, эти формы. Еще показатель такой, что если бы они выполняли свою функцию именно как помощь в регистрации, то, наверное, они вывесили бы это требование в образце заявлений, которые там в инъюсте надо. Или когда мы сдавали документы, сказали бы, ребят, у вас не хватает тут твоих. Не, они ровно месяц держат, а потом через месяц отказать. У вас нет этого. Еще интереснее факт, что три раза мы получали отказ. Дальше я подробности по каким-то другим основаниям выдавали, не выдавали, говорить не буду. Но, значит, после того, как мы получили третий отказ, считая, что мы на правильном пути, что процесс, главный результат этого, именно процесс становления Родфронта как партия, идет, вот, значит, мы приняли решение использовать тактику по двум направлениям, а именно, первое, подать в суд, особенно не надеясь, что суд там, ну так, для шума, для гласности, для того, чтобы показать, что нас не сломишь, для того, чтобы иметь трибуну, подали заявление в суд. И второе, идти на второй круг, проведя второй съезд, второй учредительный, скажем так, который состоялся 27-го числа, и, так сказать, который является вторым ударом по пробитию вот этой бреши в стене чиновничьего заграждения и прочего-прочего. Суд, опять, очень интересный момент, по закону обязан вечно сток рассмотреть. 18 октября мы в суд подали, 18 ноября намеревались получить ответ. Для нас это очень важно, потому что 27 ноября прошел второй съезд. То есть мы, в зависимости от решения суда, на съезде мы должны были рассматривать вопрос или как дальше строить, имея статус регистрации, или что мы сейчас делали, так сказать, делаем новый заход, пробиваем и прочее-прочее. В законе написано, черным по белому, месяц и ответ выкатываете. Что судья нам отвечает? Не судья, а суд. Ваше заявление будет рассмотрено сначала собеседование, потом то, а теперь идутся на 31 января. Это вместо того, чтобы быть в ноябре, получается еще декабрь, январь, на два месяца, просто так, запросто. Продвигают и прочее-прочее. Как там реагировать, как там бороться, это мы там сейчас будем определять, писать, возмущаться, скандалить, может быть какие-то пикеты дополнительные, еще чего-то будем, так сказать, добавлять. Но смысл ясен. Что на свои законы они сами плюют, совершенно спокойно, цинично, за лыбкой. А мы перегружены, обращайтесь к кому хотите. Я, говорит, если выполню требования по вашим просьбам или чего-то, значит я нарушу и обижу кого-то другого. Все. А речь идет, ведь не а просто срок не соблюдается. Но соблюдается срок, срывается технологическая цепочка. Срывается технологическая цепочка, невозможно получить допуск выборам. То есть это по крайней мере 58 человек, это те, которые в партии объединены, сразу лишаются права, то что там их конституция. Не говоря уже о тех, кто обладает активным правом голосовать за каких-то сотен, тысяч, миллионов людей и прочее. Вот это и все, как бы сказать, факты, которые полезно знать для того, чтобы понимать. Вот идет становление партии Ротфронт или не идет. То есть противодействие властей, противодействие оппортунистического крыла, у которых ни одного рабочего, кстати, не было и нет за все время в Думе в партии, а я имею в виду КПРФников, это весьма показательно. Кстати, я вот провел анализ, и очень интересный анализ, о чем он говорит. У КПРФников за все эти годы можно считать, что был отделен рабочий, Василий Шандыфин, ну пусть, да, и тот перед смертью Вася вышел из КПРФ. Красаков был еще. Вышел из КПРФ. Красаков в первом созыве был, что ли? А кто, откуда? Он когда был Григорьев. Ленца и Рабочих Москвы. Даже фамилия не было. Он уносил. Иванов, Шандыбин, Коков и Григорьев. Но он, наверное, был не в группе КПРФ, а или по аграриям проходил, или еще. Я посмотрю. Но я тоже. И в то же время, вот смотри, рабочих практически нет, и в то же время, за все время существования вот этого парламента, нового типа, было три председателя. Рыбкин, Селезнев. Их два из КПРФ, и оба ушли в сторону власти. Из числа депутатов, депутат парламента страны, это вроде там, это 40 человек я насчитал, тех, кто перешли в партию власти. 40. Это, блин, тут четыре десятка. Это фракция вся сейчас 50 человек. 40 человек перешли. Тут и Подберезкин, и Семага, и Семигин, и Афанасьев, и Тулеев, и там Говорухин, и Ковалев, и Ткачев, и Губернатор, и Михайлов. Их черт знает сколько по этим делам. Значит, поэтому само направление правильное, и процесс становления идет. Вот это я бы вот этими аргументами подкрепил. Но еще более значительным, что ли, мне кажется, аргументом говорит то, что сама ситуация показывает востребованность направления. А именно. Значит, с одной стороны, излет кризиса, а с другой стороны, российский профсоюз олигархов устами Прохорова выдвигает дельные предложения о том, что для большей управляемости, большей конкурентоспособности рынка труда на нем надо обязательно провести изменения. А именно. Дать возможность устанавливать неделю 60-часовую для желающих, правда, не поговорки, но тем не менее. дать возможности переходить сплошняком на контрактную основу, дать возможности упростить процедуры увольнений и сокращений, значит, дать возможности больше для использования отдаленного, наемного, привлеченного и всяких других форм труда, которые дают меньше возможности до коллективного сопротивления и наоборот, больше прав работодателям. И это получило ответ в тех звеньях, прежде всего организованных звеньях, которые так или иначе тянутся к этому нашему объединению во фронт. А именно. Значит, на это ответила сама программа коллективных действий, которая была еще до Ротфронта разработана, принята и в действие вступила целым рядом профсоюзов, в том числе авиадиспетчерами, в том числе докеры, защиты и Федерации профсоюзов России и прочие дела. И именно, так сказать, может быть, без нужных бы ссылок, но тем не менее именно из нее взяли требования контрудара 35-часового рабочего дня ребята из докеров, так? Не докеров, этих, МПРА, Форда, и поддержали эти требования и выдвинули идею, что надо все их обобщить и общим фронтом пробивать и идти в контрнаступление те звенья, которые так или иначе связали свою будущность с ротфронтом. И защита, и фонд рабочей академии, и те же фордовцы, так сказать, взяв их на вооружение и прочее, прочее. Вот это все говорит о том, что правильно выбранное направление и становление идет, и все больше мы наблюдаем реальные борьбы по тому направлению, для чего, в общем-то, ротфронт и замысливался. Есть еще один аргумент, который бы я сейчас привел как подтверждающий и становление наше и правильность направления, а именно опыт греков. В предыдущий раз мы подробно, наверное, помните, разбирали, что такое ПАМЭ, Всегреческий рабочий фронт, как они именно соединяют борьбу партии и профсоюзов на экономическом направлении и политическую борьбу, и говорили, что если бы у нас, например, допустим, ГПРФ занимала бы нормальную позицию, такую коммунистическую, не надо было бы выгородить какую-то конструкцию для регистрации, она бы могла выполнять функции в том числе объединения, привлечения в свои списки, формирования вот именно не чисто национально-патриотического, как они там сейчас городят, фронта, а именно классового фронта трудящихся, они этого не делают. Греция вот эту функцию выполняет по МЭИ и Компартии в смычке. Греции в октябре месяце, так же, как в России, прошли выборы, только в местные органы, там, всякие советы муниципальные, глав администрации, прочее, прочее. и, как мы помним, греки являются наиболее нашумевшей страной по выступлениям трудящихся, вот, в 2010 году. Так? И вся Европа там на них пробует показать пальцами и винить и в экстремизме, и в тунеядстве, черт его знает, с чем. Многие здесь присутствующих участниками были беседы с представителями ПАМЭ, которые у нас были два месяца назад. здесь. Так вот, на этих выборах Компартии Греции оказалась единственной из партий, всех партий Греции, участвующих в выборах, которые улучшили свой результат. Улучшили они его на 3%, и получили там, ну, порядка 10%. Значит, кому-то может показаться, что это немного, да, а посылает вот в этих условиях на 30%. В абсолютных цифрах 3%, а, так сказать, носительно предыдущего показателя и прочее, это будь здоров, какой рывок, в каких условиях. Ну, еще один хотел я пример рассказать. Значит, сейчас я вернулся из поездки в Южную Африку, где проходила международная встреча каванистических рабочих партий, и узнал о их опыте вот привлечения ведящихся и профсоюзах к участию в политике. Об этом я до этого не знал. Южную Африку как-то не изучал, не смотрел, не далось. Значит, там есть профсоюз, профсоюзное объединение, правильно называть, называется косоту английское, так сказать. ЮАР, да. Значит, как расшифровывается, надо посмотреть, там не помню, но это объединение профсоюзов именно. Значит, они были образованы 25 лет назад, сейчас юбилей справляют. Это еще, значит, в те времена, когда компартия находилась в подполье, режим опортеида вовсюду, так сказать, заправлял, но профсоюзы, вот эти первые, были зарегистрированы и явились такой, значит, легальной формой борьбы. Сегодня, значит, режим опортеида пау в 94-м году. Значит, Нельсона Малдель выпустили из тюрьмы, 27 лет, считает, сидел. Значит, подписали они договор, как там он называется, ну, по смыслу, о примирении и, так сказать, сохранении какой-то там ситуации, чтобы не было гражданской войны, и объявили первые свободные выборы. Когда Манделу выбрали, после этого был следующий президент, который оказался неудачным, но был от партии Национальный Конгресс, вот этой самой, значит, правящей, и той, за которой сидел Мандела, в общем-то, да. И вот, что интересно, я спрашивал вот этих ребят, значит, Каннских, коммунистов, а вы внутри Конгресса имеете собственную позицию, вот, собственно, это вы давите на, значит, на партию, на правительство, на парламент, чтобы были прогрессивные преобразования. И он мне привел вот этот пример, как тот, смотри, вот это пример, когда у нас были противоречия, и мы додавили. Следующий президент после Манделы, он, значит, занял позицию национальной буржуазии, она образовалась очень быстро, вроде, после отмены режима апартеида, и с помощью того же Манделы, и с помощью этих самых, вновь образованных народных избранников, элиты и прочее, прочее. Они не проводили крупную экспроприацию и национализацию, но то, что было в государственной собственности, так, а в любом государстве есть там определенные, и кое-чего из немного экспроприированных, так, они очень быстро раздали своим нашим, значит, тем, кто, теперь новыми неграми можно назвать, типа, наши, я думаю, да, и вот этот второй президент форсировано проводил эту линию, появились сторонники либеральных реформ, там, опять же, своих, значит, натолкнулись они на вот это сопротивление внутри того же национального конгресса со стороны корпартии, и прочее, прочее, и вот борьбой этих противоречий явилось то, что этого президента, значит, они заменили на нового, который сегодня является президентом страны, зовут его, не взялся без слов, опять забрал, Зума, да, Зума, да, товарищ Зума, да, вот, это пример, теперь, то, о чем я хотел сказать, почему я вспомнил про Косато, и Зуму, и коммунисты, значит, у них своеобразный альянс, на выборы они идут одним списком национального конгресса, в этот список входит и Компартия, и Косато, причем Компартия, я так и допрашивал, как, чего, сколько, процентов, тыры, мыры, они говорят, мы не афишируем официально сколько Компартия, а вот Косато, это да, Косато, конечно, есть и члены партии, да, и прочее, прочее, не скрывают они или афишируют только тех, кого, ну, нельзя, как бы сказать, не показать, а именно, вот 27 членов ЦК, это да, ну, куда денешься, это все знают, вот 20 членов, 7 членов ЦК, это члены парламента, а в Косато, там вместе, ну, там больше, конечно, всего 400 с лишним депутатов, это вы говорите, южноафриканского парламента, из них 67 процентов мест принадлежит штатам от национального Конгресса, в том числе, значит, и Косато, и Компартия, и в этом отношении они действуют вместе. Значит, Косато имеет численность, самый крупный там профсоюз, или, так сказать, с этой длинной, богатой, прочей историей, в одной здании они располагаются, здания, дай Бог память, от 9 этажей, 3 или 4 этажа, я по вывескам судил, там, занимает Компартия, остальные этажи Косато, с охраной, с решетками, с вертушками, там, с надписями, с вывесками, действия, и так далее, и тому подобное. Сложный вопрос, конечно, чего они добились, и как они будут двигаться дальше, но, конечно, добились они немалого, потому что, ну, что такое апартеид, мы там читали, кино смотрели, слышали, а я еще музей посетил, да посмотрел все эти картинки, и пытки, и там, и столкновения, и стрельбы, сейчас этого нет, конечно, да, это уже большущий сдвиг, уже в моральном плане, они, конечно, чувствуют себя там, снова. Значит, вот эта идея, ну, гражданского мира, что ли, и недопущение резни, она по-человечески, конечно, понятна, значит, и Манделла получил Нобелевскую премию вместе с Кларком, кстати, с Деклерком, именно за то, что сменили режим апартеида, ну, скажем так, в более-менее мягком варианте, этого дела. Но, значит, суть-то его экономическая или политэкономическая заключается в том, что собственность по-крупному осталась за теми же капиталами, которые и были. А именно, голландский, английский, немецкий и на пятом или на шестом месте американский. Ну, это европейский капитал. Золото добывающее, алмазо добывающее, металлургическое отрасли и прочее. Сильнейшее социальное расслоение, сильнейшее, значит, причем оно, так сказать, с африканской спецификой. Эти предприятия вынесены из-за города, вокруг шахты или вокруг этих горнообогащающих фабрик, ужасное скопление, плотное население, в основном в школах, в лачугах, хибарках, вагончиках и прочее, прочее. Отсюда огромный процесс социального негатива, криминала, спида на одном из первых мест на нем в мире. Значит, 27% безработица официальная двигается. И борьба, как внутри Конгресса, так и в партии, в общем-то, разные линии относительно того, как все-таки двинуть процесс дальше, как приступить к тем реформам, которые должны обеспечить то, чего они в социальных своих программах и планах имеют. Я уже сказал, что президент Зума выступал на встрече, то есть пришел на встречу коммунистических рабочих партий без лишнего помпы. Если бы наш президент куда-нибудь тут ехал, так триня бы там это все обнюхил. А здесь нет, просто утром стояла рамка металляно-искателей, я еще не понял, что-то. В Нигзу на первом этаже конгресс этого холла свадьба справлялась, человек 300 гуляла, бананы ели, там что-то. Такного не видел, ты проще. Человек 10, может быть, общей охраны было, так вот я, по прикидкам. Поэтому президент значит, пришел, поздоровался, выступил, час 15 разговаривал, говорил. Я сказал, что, ну, приятное впечатление произвел, и, наверное, он и оратор, все-таки, с опытом и соображением. Значит, сидел, сколько-то лет, как все они, больше 100, 7, или даже больше, из бедной, крестьянской семьи, прошел там, школу трудовую, и пришел, как кандидат, вот этого самого, профсоюза, он в президенты. Выступление он начал так, я говорю, еще в молодые годы, когда только входил в борьбу и движение, часто посещал собрание коммунистов, потому что у нас была система коммунистических кружков там, ну, в районах, регионах. Я с детства, ну, с юных лет у меня вот было усвоено как бы-то такое убеждение, что коммунисты это те мудрые люди, которые знают заящие ответы на все вот эти вопросы. Я говорю, поэтому мне даже как-то неудобно вот перед вами выступать, тут такое забрание мировой мудрости, так сказать, сидят все лучшие, мы, чего я вам, так сказать, скажу и как тут, и прочее, прочее. Ну, пересказывать там, что он рассказывал в течение более чем часа я не буду, там, интересно, если. Вот есть один такой момент, который был, как бы, мною замеченный, по которому я потом попробовал немножко подколоть и местных коммунистов и прочее. Он сказал примерно так, президент, что если мы не сумеем решить вот эти вопросы, ликвидация бедности, вопросы доступности образования, вопросы здравоохранения, вопросы там, ликвидации всякого расизма и так далее, ну, еще там целый ряд социальных, то как же мы с вами совершим революцию? может быть, конечно, были какие-то неточности перевода, я так допускаю, в принципе, заметьте, что, значит, местами переставлены следствия и пути достижения цели, то есть, если мы не совершим революцию, мы этого и не достигнем, и не достигнем. Вот то, что, в своих вариантах, в Венесуэле, казалось бы, угощаюсь, смотри, один из самых прогрессивных лидеров в мире, сколько там валютных эпитетов его адрес прозвучало и так далее, а компартии при этом надо иметь свою позицию, и у нее сплошь рядом с ним были там столкновения, стычки, и надо, участвовав в его прогрессивном этом движении, и контакт сейчас его, как она называется, с цитинской партией Венесуэла, сейчас он образовал самую большую, выработать свою позицию и прочее, прочее. Значит, на Кипре президент считается представителем Акер, прогрессивная партия народов Кипра, так она называется, не коммунисты, все-таки. В Беларуси компартия при Лукашенко, можно сказать, или где-то, чего-то, то есть, это такой вопрос, который имеет такое общее значение, как выбрать тактику, как двигаться. И я бы в данном случае африканских товарищей в одном бы поздравил, или в том, чего нету ни в Беларуси, ни на Кипре, ни даже в Венесуэле нет, что они в этом, в этой системе, что ли, прогрессивной власти имеют организованную какую-то структуру именно трудящихся, в виде, в данном случае, в виде профсоюза этого и сотрудничают с ними компартиями. Это еще раз подтверждает, что само направление, которое выбрано по построению Родфронта, правильно, те события, которые произошли за более чем полгода в делах, говорят о том, что становление организаций идет, в конце концов, мы добьемся регистрации, обязательно добьемся. Наверное, нас просто придерживают, чтобы мы не попали в выборный цикл 2000 года. По закону, по закону после регистрации еще регистрации партии еще дается полгода на регистрацию региональных организаций. Важнее, так сказать, если ты с ней не успеваешь, ты на выборы, ты будешь зарегистрирован, но на выборы не попадаешь. Я думаю, здесь такая согласованная позиция проектников и власти и прочее, прочее, придержать, по крайней мере. Но наша задача пробивать этот вопрос. Мне понравилось лично на съезде, что товарищи были с такой, как бы, хорошей политической, спортивной злостью, никакого там, так сказать, уныния не было. Мы не думали, мы еще, кто рассчитывал, что... где касса, куда идти, где проект. Так что, процесс запущен, поставили мы цель до 27 декабря сдать документы снова на регистрацию, пусть новогодние каникулы, так сказать, на их счетчики там вкручить. Ну, а параллельно будем и в суде пробовать там шум поднять и внимание привлекать, дебош устраивать и прочее. А главное, это еще и еще нет худа без добра. Вот мы, так сказать, 58 тысяч насчитали, но, честно говоря, это, конечно, еще не организованные в армии, полки, батальоны, бригады, не говоря о том, что они еще связи не имеют и под общим командованием, и устав не выучили. А это время надо, надо, самое, использовать и использовать для того, чтобы все это еще раз выстроить, отладить и выстраивать именно в той практической борьбе, вот которая имеет место реальной, так сказать, Во многом нам надо согласовывать действия, тех звеньев, которые иногда сейчас еще действуют, вроде в род фронт входит, а сами по себе действуют как партизаны. Ну, я имею в виду те процессы объединения, которые идут положительно и отрицательно, имеется в ЭКТ, КТР, ФПР, КТР, новое там образование еще родилось, это не значит, что мы сразу договоримся, но мы должны в этой системе оценивать, договариваться, как будем себя вести, какие требования будем выдвигать, какие оценки давать, точно так же, как и участие в каких-то различных других сегодня идущих форумах. Вот только что в Москве прошла конференция с участием все профсоюзных звеньев России, от защиты до Шмакова. Все были, все участвовали, все доскали. Надо, наверное, на следующий разобрать ради интереса. Комменты привезут, посмотрим, как чего, меняемся мнению и поймем, куда гнут те и что делать нам. Опять же, согласованно. Тут там по отдельности. Вот на этом я, пожалуй, еще закончу тему сегодняшнего занятия планового. Но вопросы... Тюдерков, тюдерков, пожалуйста, вопросы. А вы бы выступали на съезде и он дали что? На съезде как лет? Это же был не съезд. Это было международная встреча коммунистических и рабочих партий. Я на этой встрече выступал. Текст выступления в определенном количестве экземпляров вот здесь есть. После этого занятия можно будет взять. Ну, в интернете тоже будет вывешен, так сказать, эти напечатаны и так далее. Всего было сорок девять партий из сорока, по-моему, трех стран. Ну, всякие разные были. Были и такие, которые близки к нам, скажем, ну, ортодоксально марксистского направления. Были и те, которые близки к евролевым, которые, значит, даже в своих выступлениях выдвинули тему защиты там сигнальных меньшинств, всяких там гоневых, недовольных, например. Значит, я хотел подвести вот к какому моменту. Когда стали принимать итоговую декларацию, но она только на английском языке, поэтому здорово я там разобраться не мог, но помня все наши предыдущие сложные моменты в этой же примерной кампании, я, так сказать, обратил внимание на тот абзац, который касается вот необходимости усиления борьбы с оппортунизмом, с ревизионизмом и прочее, прочее. И смотрю, записано так. Причем записано после двухдневной борьбы греков, которые много отчего оттуда выкинули, такого, что если бы вы, Виктор Акаевич, там первоначальный проект увидели, так. А теперь вот осталось так примерно, что необходимо бороться с буржуазной идеологией, там, с ревизионизмом и с теми оппортунистами, которые выступают против классовой борьбы. Вот я, так сказать, товарищи, не в порядке критики, а посмотрите, что мы с вами сами в странную ситуацию попадаем. Ведь оппортунисты классовую борьбу не отрицают, многие, по крайней мере, да? Они ее признают, значит, и сил даже, может, некоторые выбиваются в этом плане. Они не доводят это признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата. Ленин так писал, вот о чем речь идет. А с такой записью мы сами с вами попадем в оппортунисты. Поэтому надо подавить, которые не признают, так сказать, диктатуру пролетариата. И вот, когда товарищ там был такой джемери из южноафриканцев, у них видный теоретик, один из таких немногих белых в руководстве партии, комментировал это дело, он сказал так, что мы понимаем, что товарищ из России, конечно, предложил это очень серьезные вопросы, это действительно теория, но учитывая наше сегодняшнее состояние разной партии, мы, конечно, не можем включить это предложение в текст резолюции. Вот, это я к тому, что, конечно, те, кто еще собирается, вот это состояние мирового коммунистического движения, оно еще очень и очень и очень не просто разнообразно, разнообразно это вроде неплохо, а несет вот тот отпечаток, который сложился во времена вплоть до Горбачевщины и прочих. В РФ была там? Была, был Тичокин, это секретарь ЦК, он не коллеги уже в Советской России, он специалист по Южной Африке, но он не выступал, то ли решил, что это, так сказать, ниже его достоинства, то ли куда-то был отвлечен там на счетах, где-то убег, так сказать, от прямого боя и столкновения, тем более, что мы в своем выступлении посмотрите, довольно прямо высказались по КПР. Что еще положительному я бы отнес, что ну, несколько выступающих вы выразили прямые оценки относительно партии евро-левых, а это сложный вопрос, потому что те же французы с ними, так сказать, дружат и прочее, прочее, значит, кто читает правду, видели, что КПРФ несколько раз в положительном таком ключе преподносило информацию о деятельности евро-левой партии и подобное, так, вот это раз. Второе, значит, не было китайцев, не было потому что, ну, как, во всяком случае, в том числе, они перед встречей посмотрели и статью, заявление, которое сделала Компартия Греции, по китайской Компартии, они сделали резкое, даже название взяли, бьющее такую морду, ну, примерно так, может, Компартия Китая наконец-то откидывает, откинет фиговый листок, которым до сих пор прикрывалось. Речь идет о том, что греки, конечно, много сил потратили вот в последние эти месяцы в этой борьбе, да, когда всю Европу, в общем-то, колыхали, прочее, прочее, и тут произошел такой эпизод. Приехала делегация Компартии Китая во главе заведующего международным отделом, так, встретилась с Папандрео, который глава социал-буржуазной партии Пасок, и более того, он сейчас возглавляет социнтерн. Значит, наговорили друг другу комплименты, высказался китаец в поддержку мер, которые предлагает греческое правительство и, так сказать, Евросоюз и прочее, прочее, заявили, так сказать, о полной любви и так далее. Конечно, злость, так сказать, и даже эмоциональность греков можно понять, и они, так сказать, оттянулись, на сайте есть это заявление, по-моему, сейчас газета, на нашем сайте, да, вот. Поэтому китайцев не было. Примерно, как китайцы Хрущева. Ну, какие-то аналоги есть, и, как бы, тут каждый раз надо смотреть и думать. Например, сейчас недавно было заявлено о создании нового интернационала коммунистического, да? Это, дай Бог, 63 единицы во главе процесса идут наши с Михаилом Васильевичем знакомые, Штефан Энгель и вот эта марксистско-ленинская коммунистическая партия Германии. Значит, из тех десятков, которые вокруг него и прочего входят, очень много групп, которые маоистские, хаджаистские, всякие, мелкие, революционные, там, троцкистские, но все равно много. 60 с чем-то единиц, это, значит, с одной стороны есть такое, ну, вот я наблюдал, у некоторых товарищей из других партий как бы пренебрежительное что ли отношение, типа того, что, ну, чего они тут, тут всякая мелочь или что-то, а с другой стороны неправильно, потому что те же вот эти марксистско-ленинская партия Германии, значит, при всем нашем расхождении по целому ряду вопросов, скажем, там, они советский период после Сталина оценивают как социал-империализм, там, конфликты, которые были на границе с Китаем как соответствующую агрессию, ну, и много чего, но то, что они еще во времена Всесилия КПСС выступили против Хрущева и углядели элементы, так сказать, оппортунизма и ревизионизма, ну, это заслуживает уважения, здесь что отрицать, так сказать, постараться понимать и пытаться в других вопросах, где они сворачивают уж слишком в какие-то другие дебри, значит, аргументировать и стараться их в общий ряд как-то построить. Да, они к нам обратились, по крайней мере, за помощью издать книгу, вот мы тогда с ними беседовали, договорились, мы с Михаилом Васильевичем написали предисловие, с чем мы не согласны, в чем считаем они неправы и так далее, а книгу издали, да, и она, ну, по крайней мере, первая ее половина, она, так сказать, не только правильно, но и полезна, там они много, так сказать, из теории берут вещей, прикладывают их, так сказать, к нашей действительности, анализ проводят. Пожалуйста, вот, я хотел спросить, о Лаосе что-нибудь было, сказано ли? Кум партии Лаоса не было, выступлениях тоже не было, специально я не спрашиваю. А с Кубы Кореи что-нибудь было? Куба была, и очень плотно представлено, Куба была представлена и из ЦК, товарищ, и из посольства, товарищ, и специальный вечер был в поддержку Кубы и пяти заключенных, и с большим водоушевлением, может, даже с некоторым перехлестом, или чего-то, поэтому Куба была, Вьетнам был и выступал, очень прилично выступали, причем выступали, как бы, грамотно, и с точки зрения необходимости продолжения класса выборьбы, и, значит, с точки зрения продолжения революции, построения социалистического общества, и что они не уйдут с пути марксизма, ленинизма, понимая всю эту сложность. Единственное, у них там, как бы, был такой, что, ну, мы строим социально-ориентированную рыночную экономику. Но это надо все равно смотреть, как там, не понимая, с чем. Вот, корейцев не было на, среди выступающих, среди представителей был товарищ из дипломатического, опять же, посольства, там, где он. Я думаю, что корейцы, как бы, осторожно ориентируются на китайцев, потому что их сегодняшнее положение и то обострение на корейском полуострове, которое имеется, не позволяет им действительно от китайцев отрываться далеко там. Опасно. Пожалуйста, вопросы. Чья инициатива была по созданию фронта? Я бы сказал, что эта инициатива была встречная. Рабочие в своей борьбе однозначно пришли к выводу, причем во всех вот тех профсоюзах, которые мы называли, что без участия в политике ничего не получится. Высказывали независимо друг от друга и докеры, и фордовцы, и защита, так сказать, и любые, так сказать, профсоюзы, не получается. А партия, участвуя с этими же рабочими организациями в практической борьбе и так далее, сказала, что ребята, мы знаем, как зарегистрировать. Это же нелегко, это целая большая работа. Кстати, перед вот этим проектом Родфронт была и предыдущая попытка. Те же троцкисты обратились к форду и Эдману дал добро тогда им, давайте, говорит, мы зарегистрируем движение трудящихся. Рамус в органе и после нескольких месяцев тот же самый Алексей сказал, а, там болтуны, ничего у вас не получится. В данном случае одна инициатива с другой была соединена, мы пообещали, что мы имеем организационный опыт этой регистрации, движения и прочее, прочее. мы себя это берем, будем больше помогать и прочим, давайте. Так и двинулись чуть-чуть. В принципе, сейчас, Нина Чковна, вы говорите, что вот в регистрации, тем не менее, это лет вы хотите вообще планируете работу по организации, по раз, да? Во-вторых, переразла ли партия Кавая в результате вот рвания этого фронта, потому вирующей роли партии в каком-то изменении строя говорить нечего. В момент, если вы участвуете в выборах, то партия не добьется, не придет к власти, не имея подполья. Таких условий подполье формировать просто невозможно. Так, в принципе, товарищу ректору и научному совету академии, да, нашего университета есть предложение подумать и отдельное занятие под этим можно провести. А вам коротко нет, коротко отвечаю так, первое. Вы неверно сказали, что попадают совершенно случайные люди. Эти люди разной степени вписаны в движение участия, но если человек сказал, слушай, мои симпатии на вашей стороне и я вам помогу хотя бы фактом своей подписи и обещанием в случае проверки Минюстов сказать, да, я род фронт и прочее, это не случайно человек. Это, так сказать, уже в какой-то степени соратник, союзник и прочее, прочее. Тем более, что все-таки ориентация в большинстве идет на не тех, кто расписался и все, а тех, которые хотя бы на митинги ходят и на митинги тоже записывают. это первое. Второе, о роли партии или чего-то вот в этом зале сидят и члены РКРП и не члены РКРП и, конечно, я как секретарь РКРП и члены и другие товарищи мы вообще чуть не отказываемся от, как бы сказать, положения ведущей, там, авангардной, направляющей и прочее, прочее. Но мы понимаем, что это может только делом доказать вот в этих организациях. Сумеем доказать, значит, и будем по факту направлять, вести вперед или идти впереди, чтобы за нами следовали и чеку-то. Не сумеем, значит, хреново работаем и как чего. А то, что касается насколько мы планируем или как чего-то, пробьем. Я не могу там с точностью до месяца. А почему годы? Годы? Это все равно, что заявляют. Не зарегистрировать, не получится. Вот в 91-м году мы с Михаилом Васильевичем Бобовым шли регистрировать РКРП тогда. И нам говорили, да вы что, да у Ельцина лежит уже указ, который запрещает вообще коммунистическую идеологию, всякое слово коммунист запрещает. В ЦК были, и там сидели Зюганов, Ильин, Купцов и прочее, прочее. Нет, сейчас надо пригнуться, временно надо изменить название. Нет, вот давайте на социалистическую партию трудящихся еще куда-то пойдем. Не выйдет, это годы, может быть по новой все придется начинать. Ну и что? Нет, ну какие были? В 91-м вообще антикоммунистическая истерия была похлеще, чем сегодняшняя. Что ты? Тогда было иногда встретишь, которая тебе еще вчера, так сказать, руку подавала, и там в глаза заглядывала, тут совсем другой гусь был или чего. Ничего, зарегистрировали. Пробьем мы эту, пробьем, дело другое. И вообще надо понимать, я так думаю, что в любом случае партия, которая борется за власть, она должна думать и о дальнейшем способностях управлять государством где-то. И если мы не можем сейчас решить простой, в общем-то, бюрократической задачи, зарегистрировать легальную форму работы, фронт, это прежде всего зарегистрировать. Ну что мы тогда рассчитываем, чем мы потом будем управлять и как действовать. Нет, не самоцель, но это форма борьбы, от которой глупо отказываться. Если почитать Владимира Ильичака, то он просто настаивал, говорил, обязаны, обязаны, идите. Вот так и идем. Это трибуна. Вы думаете, чего Цюганов так упирается? Ему в конце концов не одного, двух, трех мест жалко. Он пожертвует своими десяткам мест, лишь бы не пропустить вот это направление и прочее, прочее. Потому что это трибуна, потому что это громкий голос, потому что это фон, на котором будет видна их соответствующая политика. Вот. А если у вас есть желание заниматься определенным направлением, давайте в Ротфронте мы вам этот участок вывели. Это чего-то вместе с другими товарищами. наруча без лишней для ускорения в регистрации. Достаточно вопросов. Переходим к наступлению, мы пожелаем выступить. Я хочу сказать, что Леха очень интересна была рука для Тарканча, и очень сложная проблема. И правильно сформулировано остановление и прихождение. Дело было только в том, чтобы двигаться это, что есть такие мощные преступления, причем в том числе и коммерческого порядка. Если политика для многих партий превратилась в коммерцию, то появляется новая политическая партия, она как бы деньги, как это по 20 рублей с каждого взять, нам должен прийти и за нас проголосовать. Как КПРФ агитирует, так сказать, «Голосуйте, вот собственно проголосуйте, и нам будет 20 рублей в год». «Вас». А если «Вас миллион», то значит «Вас миллионов в год». «Два миллиона, сорок миллионов в год». Очень просто и хорошо. А тут вдруг, значит, вот крирует, то оказывается будет вот такая помеха и деньги наши. Я хочу сказать, что это очень сильный фактор. Очень сильный и знаем, что и промиссы. При условии, что партия держит революционный курс, а если она этот курс ведет к тому, чтобы ледиться около правящей кормушки и оппозиции, это первое. Теперь второе. Я думаю, что вряд ли надо относить в будущее вопрос о аутрофронте, как будто весь вопрос в том, зарегистрируют или нет. Дали ротфронт, и он действует. Есть соответствующие печатные органы, есть соответствующие программы коллективных действий, задачи, и все организации, которые в этот ротфронт входят, в общем, должны координировать свою деятельность и вести. А что касается вопроса регистрации, это вопрос, который должен решаться попутно. И, естественно, не превращаться в главный пункт, потому что с одной стороны вроде это кажется маленькой задачей, но вот как раз, поскольку это зависит от произвола властей сугубо, может быть, как раз и эту задачу не удастся решить. Вот большинам никакой, конечно, задачи регистрации не удалось решить. А более легкую задачу взяли власти. А эту условную задачу мы не смогли. Ну, если так получится на худой конец, то это тоже не так уж и страшно. Во всяком случае, во всяком случае, вот эти действия властей, которые прикрываются тем, что вот, дескать, у нас властность, мы тут теряем политическое поле, вот у нас тут модернизация и так далее, это, конечно, разоблачающие действия и показывают. Тем более, что вот то, что сейчас происходит уже это грубейшее нарушение процессуального закона. Даже существует вот сейчас только что принес определение суда, Игорь Николаевич, о оставлении без движения. Так, значит, суд согласно процессуальному закону гражданскому должен сделать одно из двух. Либо принять заявление к рассмотрению, если оно отвечает требованиям соответствующих статей, либо оставить без движения и указать, что нужно доделать для того, чтобы можно было указать срок. Если в течение этого срока вы это не сделаете, вы, так сказать, как бы считаете, что не подали заявление, а если вы в течение этого срока сделаете, то вы считаете подавшими заявление первое, в котором еще какие-то требования. Ну вот мы сейчас уже наблюдаем, существует же такая практика. У нас мы завалены, у нас много работы, и определение просто не присылают. Или присылают, скажем, можно найти такую деревню, там на почтовое отделение, и оттуда послать. Никто же не говорит, что надо посылать именно обязательно из Москвы прямиком такую почту. Я знаю, что и по две недели, а то и по три недели может идти письмо, в котором будет сообщаться о том, что принято к рассмотрению. Я думаю, что в этой ситуации, когда определение точно должно быть, определение получить, решение сроков, потому что эти сроки грубо нарушают закон, и тем самым это определение отменить, заставить поменять срок. Это можно сделать, то есть как раз вот на таких вещах, чисто процедурных, где тут уже никакой политики нет, просто видно, и в этом и состоит политика, потому что как только вы затянете эти сроки, уже и второй тур регистрации может не получиться, из-за чего они успели. А из-за кого не успели, а кто виноват? Вот виноваты, вот те, кто нарушили. И сразу надо этих самых виновных указать. То есть, конечно, такой фронт не очень приятный, формальный во многом, но и на этом фронте зубы, конечно, тоже нужно показывать, и этому тоже учиться. Потому что всем так, в той или иной степени с Фемидой приходится сталкиваться, и в том числе вот на этом прохождении вопрос о регистрации тоже нужно поучиться и поучаствовать. Как бы мы для себя должны делать гласно и людям это объяснять? Может быть. Ну и вот здесь позиция такая, что давайте мы пропустим, чтобы они к нам хорошо отнеслись. Не отнесутся хорошо. Это если вот позиция палачей, в том числе состоит в том, что им платят деньги за то, чтобы они отрубали голову. И у них всегда обиженное лицо. Ну, я работаю, у меня семья, я должен отрубать, а вы вот как-то понимаете, что это вот такое дело. Так и вот эти самые регистрационные службы. То есть, они совершенно определенно, надо сказать, говорят, ну, видите, у нас сколько дел, вот мы завали, и так далее. Но когда это коснется непосредственно Родфронта, то тут никаких не будет сказать, мы строго по закону даже не делаем. Вы против закона? За закон? Все строго по закону. То есть, пропустим, а они тебя не пропустят. Поэтому тут надо, так сказать, щелкать их сразу по носу и, так сказать, сам, вот сразу оспаривать эти определения и начинать тут, так сказать, вести. Я еще раз повторяю, это не главное дело Родфронта. Но это одно из, если это речь идет, так сказать, в воздействии на политику, то это одно из дел, может быть, не менее важных, чем выступление в парламенте. Сейчас вот раньше показывали по телевидению, а сейчас никто не показывает, сейчас вы выступите в парламенте и в свои газеты напечатаете. И больше никто ничего не напечатает. Поэтому это тоже, так сказать, некоторая форма разоблачения властей и пропаганды своей организации. При этом рассказывая, скажем, о том, как идет процесс регистрации и как мешает, надо обязательно, видимо, рассказывать, а что делает в это время организация, вошедшая в Родфронт и вообще в Родфронт как организация в целом. И тогда, значит, эти негативные моменты, так сказать, будут работать в этом плане. И, так сказать, то же самое власть поймет, что чем дольше их держат, тем больше они пропаганды проводят вокруг этого дела. То есть им это не надо. Лучше бы их зарегистрировать, пусть они тихо сидят, будут работать. Мы им просто будем не давать много голосов. То есть, конечно, этот процесс, не предрекая, так сказать, его конечный этап, тем не менее, безусловно, этот процесс вести надо. И это просто необходимо. И полезно. И полезно. Чего тут плохого нет. Для большой организации, конечно, это полезно. Если бы только этим делом занимались, этим делом занимается несколько человек, а основная масса занимается своей основной работой и так далее. Я думаю, что удачно, что Виктор Аркадьевич связал это и с проблемами. И единственное, что мы могли бы заметить по этому поводу, что нельзя ставить в плане будущее, что пока они еще к партии, коммунистические, не дозрели до диктатуры пролетариата. Вопрос уже по-другому стоит. Уже вот когда была аренда, это время, когда был третий интернационал, было предательство партии, которые вели в свои программы диктатуру пролетариата. То есть, как бы этот вопрос уже решен в теории и на практике. И он решен в 2014 году. После этого решен при создании коммунистической интернационали, условия приема в коммунистический интернационал, третий, который написал Ленин. Они были приняты единогласно. И тот, кто принимал диктатуры пролетариата, он не мог считаться входящим в третий коммунистический интернационал. Если мы, так сказать, просто попадаем в такой хурал, где они пишут, что мы-то можем снова оказаться в меньшинстве. Что сделали большевики? Они себя вывели из этого большого хурала в соцпартии. Эти соцпартии продолжают греть, и до сих пор же есть социнтерна. А коммунистический интернационал действовал, я думаю, так и здесь. Я помню очень хорошо, может быть, товарищи не помнят, кто помоложе, когда Альендов, как видите, рубежом был огромной, красным написана статья «Социализм без диктатуры пролетариата», который закончился, этот «Социализм без диктатуры пролетариата» кровавой, резневой. Поэтому, если бы Альендов был до этих всех событий, до Ленина, это был бы один разговор, это могло бы считаться ошибкой. А вот это, когда теперь снова выступает против диктатуры, или не вписывает, или старается ее не упоминать, это уже предательство. Это уже предательство, отступничество, и это уже не просто аппаратонизм, это уже умышленная борьба против главного маршрута. Поэтому я думаю, что правильно, что постановка вопроса была сделана, и, конечно, это наша задача ее ставить, если уж мы ведем дело о фронте. Мы же не говорим, что это вот, мы предлагаем трудящиеся устроить диктатуру рабочего класса, так и большевики не делали. Диктатура – это сущность всякой новой власти, а форма – форма совета избираемого трудового коллектива. Я хотел бы на это внимание тоже обратиться, и тем самым еще раз подчеркнуть, что то, что нам рассказал Виктор Аркадьевич, нам заставляет всех подумать, на это внимание пропагандистское и практическое. За внимание спасибо, и хотел бы вот еще такой, как бы, маленький эпизод со второго съезда Родфронта выделить. Вы помните, что, значит, Алексей Эдманов, он, как бы, каждый раз любит, когда выступает на каких-то больших форумах, тем более, там, политических или чего-то, немножко, так сказать, поспорить и, там, даже где-то поерничать, относительно того, что вот тут это самое, есть, конечно, глубокие теоретики, марксизма и прочее, прочее, но никто мне не может объяснить, почему у нас класса нет, ну, примерно, в этих делах. Ну, мы его постепенно, каждый раз вводим в Меридиан, объясняем, что такое класс, почему его не видно, но на самом деле он есть, и что надо сделать, чтобы он был там, и так далее. Так вот, на этом съезде, ну, во-первых, все отметили, что он стал более левым, чем был, однако опять допустил такую фразу, примерно, товарищи, нет, да я не сам, я не левый, в смысле, коммунист, да, я вообще не очень, не хочу диктатуры пролетариата, я просто хочу призвать ответственности вот тех, кто страну развалил, все растащил на рабочей крови, так сказать, строить свое благополучие, на что ему выступающие последующие ответили, что да, Абатенко, вы не просто тут левый, так сказать, вы еще экстремист по сегодняшней классификации, Сергей. То есть я к чему? Что заметно, заметно идет поливение, и, наверное, наверное, дай бог, профсоюзов вообще, и тех, кто попал в Родфронт, и, по крайней мере, так или иначе связался с ним в свою деятельность. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути, и главное на нем не дрогнуть. Все. Благодарим. Спасибо. Следующее занятие у нас. Спасибо. 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 Продолжение следует...